Здравствуйте! Программа «Главные новости» в эфире. Меня зовут Альбина Полищук. Коронавирус. Главные новости про банки, кредиты, ипотечные каникулы. Говорим сегодня. Присоединяйтесь. Говорим на эту тему мы сегодня с нашим дистанционным гостем, с Игорем Анатольевичем Кохом, доктором экономических наук, профессором, доцентом кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского федерального университета. Игорь Анатольевич, здрасте! Здравствуйте! Впервые в таком формате мы с вами в таком режиме работаем, но вот обстоятельства вынуждают. Разрешите буквально минуточки на полторы прерваться, потом мы обязательно поговорим про деньги, про финансы. Традиционно наш выпуск мы начинаем со свежих информационных коронановостей. За последние сутки в России подтверждены 1175 новых случаев коронавируса. В Татарстане по данным сайта rt-covid19.ru ни одного нового случая за последние сутки. Это свежая информация на полдень сегодняшнего дня, 8 апреля. Кроме того, мы есть во всех соцсетях, мы в нашей группе ВКонтакте запустили некий такой пост, где предлагаем нашим телезрителям, нашим потенциальным телезрителям, нашим подписчикам спрашивать, подсказывать нам, что вам интересно в данный момент узнать о теме коронавируса, сохранение здоровья ли эта тема касается, сохранение денег ли, может быть у вас сработают какие-то проблемы с административными отпусками. Пожалуйста, подсказывайте нам, задавайте свои вопросы, будем стараться на них отвечать. Так вот, первые вопросы уже есть. Например, Людмила Ахмедшина нас спросила, когда отменят плату за детский сад. А это действительно очень была болезненная тема. И президент Татарстана отменил таки абонентскую плату в детских садах за нерабочий период. Такое объявление он сделал на своей страничке в Инстаграм. По словам Рустама Миниханова, к нему очень много поступало обращений от родителей. Вот именно по этому поводу люди сидят дома, кто в административном отпуске, кто в оплачиваемом, кто на больничном. Ребенок тоже дома, а за садик платить приходится. Поэтому президент дал поручение правительству в ближайшие дни исполнить это пожелание татарстанских родителей. И отметил, что всем, кто уже успел заплатить за детский сад за этот период, непременно сделают перерасчет. Алена Олимбекова, наша подписчица, спрашивает, а как платить за коммунальные услуги? Мы вот всей семьей сейчас сидим дома, дохода нет из-за коронавируса. Сидим дома, за коммуналку платить нечем. По поводу коммуналки. Не отменят ее. Не отменят, платить все равно придется. Кроме того, потребление выросло за последние, вот за две недели в Татарстане почитали, что потребление, например, электроэнергии, воды горячей, холодной выросло на 5-10%. А производить мусора, твердых бытовых отходов в Татарстанции стали на 20% больше. Платить все равно придется. Правда, правительство отменило пенни за просрочку по оплате жилищно-коммунальных услуг и взносов за капремонт до конца года, до конца этого календарного года. И плюс теперь запрещено отключать потребителей от воды, от электричества, от канализации, отрубать им все это за неуплату. Ну вот такая новость. Ресурсоснабжающие организации, надо сказать, не сильно этому рады, потому что, вот, например, в масштабе страны за тепло потребители России, всей страны вместе задолжали уже 212 миллиардов рублей, за электричество 301 миллиард. Ну и прогнозируют, что эти долги, конечно, будут расти. Мария Лырса спрашивает нас, пишет, здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти ответ на возникшие вопросы. Сегодня в новостях услышала, что для пенсионеров начислили пенсии за апрель пораньше и будут приносить их домой в какие-то определенные дни по графику. А что делать тем, кто получает пенсию через почту или через банк? Сайт мэрии Казани сообщает, что в этом месяце в Казани пенсии пособия всем получателям, почтальоны доставят на дом. Горожан очень просят сидеть дома без крайней нужды на почту, без необходимости не ходить. Вот это были наши коронановости за последние сутки. Игорь Анатольевич, ТАСС сообщил, удивилась я, вот вчера информагентство написало, что некоторые банки уже приостановили выдачу ипотечных кредитов и потребительских кредитов работникам компаний из отраслей, которые больше всех остальных пострадали от пандемии. Перечень таких сфер, днем ранее буквально утвердил премьер Мишустин, большой довольный перечень, авиаперевозки, автоперевозки, культура, досуг, туризм, гостиничный бизнес, общепит, деятельность организации конференций, выставок, все бытовые услуги, вся практически сфера услуг сюда попала. И это довольно серьезный список. А некоторые банки, тем не менее, не делают никаких делений на заемщиков, не делят по месту работы на надежных, не очень благонадежных. На ваш взгляд, вот как это, оправдано или нет, вот такое деление? Работаю я, скажем, в культуре, ну, значит, не видать на ипотеке. Ход мыслей банков вам понятен? Безусловно, понятен. Естественно, что в современных условиях банки будут более аккуратно подходить к выдаче кредитов и более тщательно будут анализировать источники доходов потенциальных заемщиков. Естественно, что и до всяких эпидемий, и до всяких ограничений банк никогда не выдал бы кредит человеку, у которого нестабильный доход, или дохода нет вообще, или этот доход сомнительен в перспективе. То же сейчас происходит. Банки не захотят выдавать кредиты тем, в будущих доходах кого они сомневаются. Вот, казалось бы, о чем говорим, да, о кредитах, потому что время такое, что у людей денег нет, и вообще неизвестно, когда все это закончится. Тут многие без зарплаты сидят на неизвестный период, эта ситуация может затянуться. Но, тем не менее, информагентство пишет, что колоссальный вообще всплеск, рост популярности автокредитов в последнее время, потому что люди понимают, что машины, скорее всего, вот старый завоз, условно говоря, старый завоз машин по старой цене сейчас закончится, а новые будут гораздо дороже в связи с колебанием курса рубля-доллара-евро. И поэтому на 30% примерно вырос спрос на автомобили и на автокредиты, соответственно. У нас в гостях недавно была представитель риэлторов, она говорила, что люди напоследок, боясь, что, скорее всего, ключевая ставка повысится, а пока ставки ипотечные вполне себе приятные, там 8 с лишним, 9%, в складчину даже несколько семей стараются прикупить одну квартиру на несколько семей. Как-то уж там в долях они оформляют, беря ипотеку на эту квартиру. Так что, тем не менее, спрос есть, и люди стараются взять сейчас потреб кредиты, например, на ремонт, тоже понимая, что подражают стройматериалы. И, чему удивилось, предлагают бизнесменам взять кредит вообще под 0% на выплату зарплаты своим сотрудникам, с которыми они сейчас вынуждены временно, дистанционно расстаться. Как думаете, вот этот кредит под 0%, кредит бизнесу для выплаты зарплаты, он будет востребован в Татарстане? Я думаю, да. Часть компаний, которые сейчас попали в сложную ситуацию, будучи вынуждены отправить своих работников на дистанционную работу или вообще приостановить свою деятельность, воспользуются такой возможностью, которая сейчас предоставляется банками по инициативе, можно сказать, правительства Российской Федерации. Потому что иных возможностей поддержать своих сотрудников и сохранить своих сотрудников для того, чтобы они смогли быстро восстановить бизнес после окончания ограничительного периода, других возможностей у многих компаний нет. Поэтому, конечно, они воспользуются возможностью привлечь такие дешевые, практически бесплатные деньги. Это, скорее всего, будет бизнес крупный, средний, крепкий, но не мелкий же, не микро, да? Я же правильно понимаю, там же вообще никакой подушки безопасности нет, наверное, у них. У микробизнеса, вот, например. О чем тут речь? О каких тут новых кредитах? Я думаю, не стоит так разграничивать крупный и мелкий бизнес с точки зрения наличия резервов и подушек безопасности. Даже у небольшой компании могут быть вполне приличные резервы и возможности продержаться какое-то время. И, наоборот, у крупной компании может не оказаться никаких резервов. Поэтому я думаю, что подобные предложения будут интересны как для крупных компаний, так и для мелких компаний. Давайте про граждан, про заемщиков поговорим. Вот какого рода помощь сейчас государство предлагает тем, у кого есть займы, ипотека, кредиты, потребительские автокредиты? В самом начале, когда только вся история начиналась, мы услышали, что реструктуризацию нам предлагали. Теперь все громче, активнее говорят про ипотечные каникулы, предполагая, что это же может распространяться и на автокредиты, и на потребкредиты. Давайте про каждый из этих видов расскажем. Есть у него свои плюсы и минусы, какие-то подводные камни, которых мы, может быть, сейчас не можем оценить? Реструктуризация, например, это что? Давайте я начну с самого начала хронологически. Первым появился термин, по крайней мере, в законодательстве термин «ипотечные каникулы». Он называется немножко по-другому, но известен широкому кругу людей как «ипотечные каникулы». Еще в середине прошлого года вступил в силу федеральный закон, который устанавливали право заемщиков по ипотечным кредитам на 6 месяцев. Приостановить свои платежи или уменьшить их размер в случае, если они попали в сложную жизненную ситуацию. А именно потеряли значительные части свой доход, или у них появились дополнительные иждивенцы в семье, или произошли еще какие-то события, ухудшающие возможность обслуживания кредита. Но данный закон, еще раз говорю, он действует с середины прошлого года, он распространяется только на ипотечные кредиты. Остальные кредиты он не охватывает. Сейчас в условиях самоизоляции, карантина, правительство предложило банкам рассмотреть возможность предоставления каникул заемщикам и по другим видам кредитов. В том числе и по автокредитам, и по потребительским кредитам. То есть заемщики физические лица получили возможность воспользоваться каникулами кредитными по всем видам кредитов. Что это значит? Это значит, что заемщик на срок до полугода может прекратить платежи в пользу банка по своему кредиту, как процентные, так и платежи в погашении основного долга, либо уменьшить размер выплат до такого размера, который приемлем данному заемщику в данный период времени. Естественно, что это не списание долга, это не отмена кредитных платежей или процентов. После окончания каникул выплатить все невыплаченное будет, безусловно, нужно. То есть это будет сделано либо в виде удлинения срока кредита, либо в виде увеличения размера ежемесячных платежей. В любом случае банк не списывает задолженность, банк не отказывается от взимания процентов, а просто приостанавливает, по сути, действия кредитного договора на несколько месяцев. А Центробанк честно предупредил, что отсрочка вот этих платежей по кредитам, она не будет для заемщиков бесплатной. То есть все эти шесть месяцев, пока я не плачу, это не то, чтобы из моего графика платежей вот эти полгода вырезали, и разрешили мне вообще не платить, и просто их туда вставили в конец моего кредитного графика. Я потом заплачу. Нет, за это время, насколько я знаю, процентная часть, она остается, она добавляется к телу кредита, и на нее, по сути, проценты на проценты начисляются. То есть бесплатно это не будет, мы должны это понимать. Это не просто мне разрешили полгода не платить. За мои же деньги мне разрешили не платить. Конечно, конечно. С реструктуризацией все проще? Там все проще, понятнее с реструктуризацией? Реструктуризация, да. Значит, реструктуризация означает, что меняются основные условия кредитного договора. В первую очередь это касается срок кредитного договора. То есть, если заемщик не способен обслуживать свой кредит, то ему могут предложить растянуть срок погашения. Ну, скажем, вместо 5 лет сделать 10 лет, и вместо 15-20 лет. Естественно, что это приведет к некоторому снижению размера платежей по кредиту, но это будет увеличивать срок его погашения. А это не испортит кредитную историю? Потому что, вот я припоминаю, что когда люди обращались в банк, например, был такой период, когда банки принимали заявление на снижение потечной ставки в связи с тем, что ключевая понизилась. И там было обязательное условие. У этого заемщика не должно быть обращения в банк никогда в его истории за реструктуризацией. Если ты обращался за реструктуризацией, значит, ты признаешь факт, что твое материальное положение ухудшилось, значит, в глазах банка ты не очень надежный заемщик. И все это сразу крест на твоей кредитной истории. В этом случае, как думаете, будет так же? Ну, надо этим пользоваться, нет инструментов? По ныне действующему законодательству любые факты, связанные с поучением, обслуживанием, погашением кредитов, отражаются в индивидуальной кредитной истории. И хранятся в этой истории почти что вечно. Поэтому, безусловно, факт реструктуризации, скорее всего, будет отражен в кредитной истории. Вопрос только в том, как этот факт будут в дальнейшем интерпретировать будущие потенциальные кредиторы. Будут ли они рассматривать эту ситуацию как корс-мажорную, как ситуацию чрезвычайную, в которой оказались очень многие заемщики и были вынуждены пойти на реструктуризацию. Либо они будут рассматривать это как действительно признак недостаточной финансовой состоятельности человека, который не смог вовремя и в полном объеме расплатиться по своим долговым обязательствам. Пока четко сказать нельзя точно, как они на это посмотрят. Пока невозможно сказать, как будут рассматривать этот факт в кредитной истории заемщиков будущие кредиторы. Понятно. Предлагаю на полминуточки буквально прерваться, послушать небольшое интервью. Мы до начала нашей программы созвонились, соединились тоже так же дистанционно с вице-президентом одного из банков, который работает в Казани, с Альфатом Замалеевым. Мы спрашивали, как вы проверяете сейчас заемщиков в этой непростой ситуации. То, о чем мы говорили, что есть перечень сфер, которые считаются потенциально рисковыми. Одни банки честнее сразу говорят, мы с такими не работаем. Другие говорят, приносите документы, все рассмотрим. Но при этом банк может отказать в любой момент, не объясняя причин. Послушаем, что сказал наш спикер. Давайте. Не буду скрывать, мы сейчас более тщательно проверяем финансовое положение клиентов и ориентируемся, конечно, на документально подтвержденные официальные источники доходов. Очень взвешенно анализируем риски в рамках каждого выдаваемого кредита. Отдельно хотел бы отметить, что в первую очередь действия банка в настоящее время направлены на поддержание клиентов, у которых возникли трудности с обслуживанием долга и предоставлением кредит на каникулы. Как в рамках федерального закона, так и в рамках собственной программы банка. Тщательнее анализируем риски, скажу честно, внимательно рассматриваем под микроскопом потенциального заемщика, сказал наш спикер. Удивительно, при этом банки продолжают сами активно предлагать кредиты. Мне вот вчера пришла смс, уважаемая Альбина Анатольевна, не хотите ли взять 612 тысяч под 14,9% что ли мне вчера предлагали? Какой вот ваш совет? Сейчас риски действительно выросли у банков и у заемщиков потенциальных, которые не понимают, что у них будет с работой в ближайшее время. Как себя вести? Стоит ли соглашаться на предложение? Пусть даже самые шоколадные в данной ситуации. Например, хочется взять кредит под 7%, вот у меня коллегам предлагают под 7-2 миллиона. Хочется взять под 7, закрыть ими ипотеку, которая у тебя под 12 и вроде как и выиграть. Кручу-верчу, обмануть хочу. Стоит на это соглашаться? Минуточка до конца эфира, хочется ваш ответ услышать. Для банков, естественно, сейчас риски возросли в связи с нестабильным положением большого количества заемщиков. Но они со своими рисками, я думаю, справятся сами. Что касается заемщиков, то, конечно, в условиях, когда человек не уверен в своих будущих доходах, наращивать кредиты, наращивать объем получаемых кредитов, весьма рискованно. Если вы уверены в своих будущих доходах, если вы уверены в своей способности полностью обслуживать новые долги, то ничто не мешает взять кредит сейчас для реализации тех планов, которые у вас были или, может быть, появились сейчас. Здесь нет никакого противоречия. Но если вы сомневаетесь в устойчивости ваших доходов, то, конечно, лучше сейчас выдержаться от наращивания долгового бремени семейного, сформировать некий финансовый резерв, который мог бы вам позволить пережить тяжелые времена. Сделать выводы и впредь быть аккуратнее и осторожнее. Спасибо большое, Игорь Анатольевич, что нашли время с нами сегодня поговорить, вооружить нас нужными знаниями. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Главные новости» про банки, кредиты и потечные каникулы. Говорили мы сегодня. Спасибо, что вы были с нами.